всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску мороз и солнце ксении громовой конечно это давнишняя раскраска и многих она есть но все же я тоже хочу чтобы у меня на канале был обзор ну и как говорит алла канал алла хобби привет тебе если смотришь сколько людей столько и мнений эту раскраску я приобрела в транс контейнере и приобрела ее для своей подруги по ютубу а не ткач и вот как раз сегодня собираюсь идти отправлять ее поэтому решила полистать у меня зелененькая такая за этой серии раскраска есть а это я даже пожалела что не приобрела свою зеленую раскраску я приобретала фикс прайс по 99 рублей а вот это вот в транс контейнере стоило 50 но вот когда я туда еще поеду если она будет я приобрету себе не сказать что я прямо в мега восторге но она неплохая здесь бумага знаете она такая и ее нельзя назвать тонкой прям совсем офисный но при этом она конечно и не супер плотная зато здесь односторонние иллюстрации поэтому в любом случае можно раскрашивать чем вы хотите но учитывая что это на новогодняя такая зимняя раскраска то конечно всякие например фломастеры с блестками здесь актуальны скорее всего поэтому очень к месту что односторонние иллюстрации я прошу прощения что вот я ее так листаю потому что это раскраска не моя смотрите какая прелесть а вот и поэтому чтобы ее не понять не порвать я вот так аккуратненько листаю но я думаю что смысл то в любом случае понятен просто так постараюсь прошу прощения за руки могут быть испачканы в краске то что я активно сейчас раскрашиваю и вчера еще влезла в акрил рукой так ну вот у нее стиль такой узнаваемый все у нее в одном стиле нарисовано вот вот в таком вот так конечно эти они стоят дороже но знаете я считаю что вот но 50 рублей это самая такая нормальная цена ну да максимум 100 как я платила фикс прайс но в целом 50 рублей мне кажется для нее нормально вот это очень миленькая иллюстрация но и тут такие отдыхал очки тут еще всякие подписи вот я только что вспомнила что меня где-то что-то просили посмотреть текст какой-то кто-то из подписчиков только я теперь не помню на youtube или в instagram ладно пересмотрю если смотрит видео тот кто меня просил то напомните я просто была в это время в питере и вот так я вообще сейчас вспоминаю что я стараюсь и на youtube на все комментарии отвечать но бывает там где требуется какой-то развернутый ответ я оставляю на потом но такое редко бывает и в общем я сейчас вспомнила что еще нескольким людям я не ответила но ладно как-нибудь может быть сниму как раз таки тег какой-нибудь вот если вообще если я на какой-то вопрос не ответила то действительно скорее всего я либо не заметила либо что-то закрутилась то что вообще человек общительный вот видите а таки таких вот однотипных картинок тоже много но все равно она миленькая вот за свои деньги раскрасочку очень даже неплохая и особенно вот знаете для скажем небалованных неискушенных людей в раскрасках и помимо этого еще и когда начиная что и творческих материалов не очень-то много то вполне вот на такие и нужно в первую очередь мне кажется внимание обращать потому что вот когда люди только-только начинают свое хобби как правило и творческие материалы про сыну бывают знаете которые просвечивают и протекают поэтому наверное начинать надо вот с таких раскрасок хотя можно конечно посмотреть обзор и начать с хорошей канцелярии но суть в том что ведь не всегда понятно зацепит тебя данное хобби или нет поэтому вот вот это тоже очень красиво вот уютненько нет все же определенно я себе ее скорее всего приобрету потому что чисто новогодних таких раскрасок у меня они у меня есть но их не так много ну я просто вообще не фанатка нового года ну я не то чтобы там прям плохо отношусь я конечно сейчас меняю свое отношение я даже наверное она у меня так сложилось какими-то неприятными воспоминаниями причем вот таких вот последних лет не вот там когда папа заболел но все такое как то вот такие события они всегда случались зимой наверное поэтому потому что в целом то у меня достаточно слава богу жизнь хорошая и счастливая и детство у меня было прекрасное а новый год я еще всегда найти удивлялась даже в семьях с достаточно хорошим тоже достатком бывало люди полу дети мои сверстники получали там один подарок а у меня все новогодние праздники там каждый день мы не одарили подарки то есть ну я к тому что у меня с новым годом в теория самые крутые ассоциации и и даже в ночь с 31 на 1 я всегда помню что под елкой на елке под столом на котором стояла елка были только коробки 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 с кучей подарков то есть но я к тому что у меня вообще новый год в теории изначально ассоциируется с чем-то хорошим вот но вот как-то последние годы я перестала этот праздник любите именно вот из-за каких-то таких тоже ярких неприятных моментов но я сейчас стараюсь все это исправлять то что я считаю что все у нас в голове вот такой был обзорчик если видео понравилось то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх и подпиской кому интересно подписывайтесь на мой инстаграм огромное вам спасибо за просмотр и до встречи в новых видео всем пока